друзья всем привет на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня пятница и мы подводим итоги торговой недели американский доллар закрепился ниже уровней на которых была лимитная поддержка лимитный выкуп этого актива мы видим реализацию рыночного спроса которая происходила до этого то есть в целом если посмотреть то в основном на максимумах подкупали да если смотреть по кумулятивным дельтам по свечным кумулятивным дельтам вот и мы с вами в понедельник говорили о том что при закреплении ниже этой области есть смысл рассматривать short приоритет по этому инструменту цена немножечко еще поторговалась выше этой области скорее всего распродали весь тот объем который здесь принял лимитный покупатель скорее всего он не хотел этого делать но маркетмейкеры обязаны быть в стакане определенное количество времени таким образом цену немного подняли и после этого после этого вышли магические новости которые обвалили немного цену на американский доллар ну во первых вышли данные по ввп в сша снова снижение квартал кварталу минус 0 6 процента и это уже третий квартал подряд соответственно экономика сша под чуть затухает вот индекс доверие потребителей на удивление достаточно на достаточно высоких уровнях и продолжает расти уже второй месяц подряд что указывает на то что потребитель все еще силен то есть инфляция не так сильно ударила по нему пока что вот и по поводу баланса фрс который в сентябре должен сократиться на 90 миллиардов долларов по текущим подсчетам он сократился где-то на миллиардов 20 соответственно идут сильно но темпы сокращения сильно хуже чем ожидалось чем должно было быть поэтому поэтому рынке еще и так сильно не упали это некий позитив для рынка что сокращение идет более медленными темпами погнали дальше европейская валюта смогла отскочить от своих минимумов начала торговой недели и я думаю что всему виной опять же то что сокращение баланса не происходит вот аналитики подсчитали что баланс и cb должен был бы сократиться но вот эта программа выкупа проблемных облигаций она снова раздувает баланс и cb и таким образом он продолжает расти вот таким образом стимулирование экономики продолжается и инфляция пока не поборено инфляцию пока точно еще не побороли и на текущий момент на эту неделю вышли данные за прошлый месяц 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 сюда как выросла инфляция она выросла до десяти процентов хотя аналитики ожидали 9 и 7 в прошлом месяце было вообще-то 92 по моему вот таким образом инфляцию пока не побороли в германии инфляция выше 10 и 2 процента и доходность по облигациям сильно растет в этом регионе соответственно с очень высокой вероятностью ецб в ближайшее время будет повышать процентную ставку и лагард говорил о том что она выступала на этой неделе говорил о том что пока что вообще рано говорить о сокращении о том что стимулирование будет прекращено о том что ставку мы больше повышать не будем и конечно рынки уверены в том что еще на 75 базисных пунктов вставка будет повышена если ставку ецб продолжает повышать фрс возможно возьмет паузу то таким образом дифференциал ставок между ецб и фрс он сократится и это позитив для европейской валюты пока что пока этого не произошло среднесрочные перспективы для евро это дальнейший поход вниз швейцарский франк сделал крутое движение до обновил предыдущие лаи собрал немного ликвидности стоповой и после этого хорошее движение вверх кто стал бенефициаром этого движения это банк англии который пошел также вместе с ецб по пути стимулирования экономики то есть они объявили что будем выкупать облигации с дальним концом там на 20 лет и больше и на это будут тратить приблизительно 5 миллиардов долларов в неделю аукцион был аукцион который планировался провести должен был быть на следующей неделе на 30 миллиардов фунтов он его отменили перенесли куда-то там вот будут выкупать облигации и вот это странное совпадение да понедельник мы встречаем крупным падением серьезным падением ростом количества объема в путь опционах в колл опционах достаточно хорошая активность была если сравнивать предыдущие ситуации которые мы увидели на закрытие пятницы и вот и дальше выходят такие крутые новости скорее всего кто-то что-то дать знал и таким образом вынесли участников которые находились в лонг позициях собрали эту стоповую ликвидность накопили большую позицию двинули цену вверх на позитивных новостях для экономики британии также вот на этой неделе вышли данные по ввп британии она выросла плюс 0 2 процента квартал квартал в годовом исчислении там вообще выше четырех процентов это достаточно неплохо учитывая показатели предыдущих лет и также что еще ну и все пока по британии все здесь классический скорее всего будет классический в разворот то есть вынесли резко откупили поторговались и дальше пойдем вверх посмотрим как это будет развиваться в понедельник мы проанализируем действия хеджеров и фондов как они действовали как раз понедельник вторник да в эти дни возможно они нарастили свои покупки этой валюты и это даст нам дополнительную уверенность в среднесрочном лунге по этому инструменту по австралийскому доллару в понедельник мы видели вот такую картинку до идея была в том что первая цель это достижение области где произошел огромный перекос в позициях хеджеров и фондов на текущий момент такого еще не произошло то есть и здесь в принципе даже не было сформировано красивого какого-то пин-бара контратаки пока такого не было но вместе со всеми вместе с падением американского доллара австралийский доллар сделал движение вверх больше внимания в понедельник я как раз уделил новозеландскому доллару ведь там было интересное накопление по по сототчету да то есть хеджеры сильно увеличили свои позиции фонды закрывали свои позиции в новозеландском долларе это как раз создало такую возможность для среднесрочного входа по новозеландцу и увеличение вероятности нахождения на по этому инструменту и здесь действительно было больше интересного нежели по австралийцу так как мы видели крупные продажи которые в некоторые моменты приводили к успеху а дальше перестали приводить к успеху к тому что цена снижалась это раз во вторых вот это движение это очень сильный признак того что по инструменту уже есть покупатель когда цена растет а у нас много продают по рынку то чаще всего это сигнализирует нам о том что так я правильно отметил да вот чаще всего это сигнализирует об том что лимитные покупатели уже спешат то есть они степ баста поднимают свои лимитки повыше чтобы принять объем тех продавцов которые еще остались чтобы накопить побыстрее свою позицию и дальше уже помогать этой позиции цене расти поэтому по новозеландскому доллару здесь лонг приоритет сохраняется есть смысл рассматривать и спекулятивные и среднесрочные лонг позиции по канадскому доллару вышли данные ввп плюс 0.1 процента это тоже очень даже неплохо хочу отметить огромный объем продаж который также не привел к тому что цену опустили здесь формировалась красивая свеча с большим объемом в нижней части было бы конечно очень круто если бы это все произошло вблизи локального минимума тогда мы говорили о том что произошла контратака контратака лимитных покупателей и здесь есть смысл рассматривать лонг приоритет здесь есть смысл как раз вот этой истории брать лонг но учитывая то что здесь не произошло такого как раз на минимумах то есть я до конца не понимаю за счет кого будет это движение кто так много продавал кто так много выкупила я понимаю это лимитные покупатели но кто так много продавал на минимумах вот это для меня еще вопрос но я надеюсь что в соточете мы увидим эту информацию потому что объем действительно существенный прошел британец рассмотрели японская иена без изменений всю неделю пока болтается выше основной области поддержки которая была выделена ранее да здесь как раз мы видели и контратаку покупателей и реакцию лимитных покупателей и рыночных и лимитных вот таким образом пока что японская иена держится плюс-минус на том же уровне и вот в последнее время она все меньше и меньше коррелирует с остальными валютными парами так как американский доллар снижается и японская иена стоит на месте американский доллар растет японская иена растет сейчас все больше зависит от интервенций центрального банка Если они дальше будут выкупать национальную валюту на международном рынке, то это будет поддерживать курс валюты Но пока продавцов, я так понимаю, продавцов еще достаточно много, ведь они продают, пока цену сильно не опускают, но в целом давление сохраняется Криптовалюта, здесь все осталось без изменений, то есть за неделю практически ничего серьезного не произошло Сегодня экспирировались квартальные опционы, квартальные фьючерсы, таким образом участники рынка будут на следующих фьючерсных контрактах накапливать свою позицию Там уже наблюдается существенная контанга, но пока меньше среднестатистического То есть пока что ожидания по рынку криптовалют положительные у участников рынка Из того, что суперинтересно, это то, что ЕЦБ и Банк Англии уже начали процедуру стимулирования экономик Соответственно, это повлияет положительно на агрегаты М2, М1 И таким образом для крипты может появиться небольшой шанс двинуть цену, двинуться немного вверх А если начнется движение вверх, то оно продолжится за счет ликвидации шорт позиций И мы можем все-таки увидеть реализацию лонг-приоритета по сот-индексу Возможно, это не будет супер крутое движение на 30-40-50 тысяч, нет Но некое движение на 20-30% скорее всего будет развиваться Как я и говорил раньше, для крипты сейчас нет крупных драйверов для дальнейшего движения Два драйвера это шорт сквиз и это регуляция Как только регуляция придет, тогда институты смогут свободно покупать крипту в свои портфели Таким образом, они будут это покупать, потому что здесь дельта Это тот рисковый инструмент, который можно добавить в свой портфель, чтобы немного его разбавить И хотя сейчас на рынке идет тотальный риск-офф, то есть покупаются облигации Все рисковые инструменты распродаются, уменьшается их доля в портфелях То как только риск-офф закончится, то есть не тогда, когда он перерастет в риск-офф Но как только закончится, участники рынка начнут добавлять в свои портфели более рисковые инструменты Маленькими порциями, а крипта низколиквидный актив Таким образом, даже небольшие покупки, они приводят к существенным изменениям цены Небольшие покупки имею в виду в рамках фондов, пенсионных фондов, хедж-фондов и так дальше Именно на споте, потому что фьючерс особо сильно не будет влиять на изменения спот-цены Так как это дериватив Так, окей, дальше у нас золото По золоту рассчитывал на то, что будет восходящая история И в принципе, здесь восходящая история, она уже как бы и напрашивается Потому что инфляционные ожидания, они уже сильно снизились Пока участники рынка закладывают, что к июню 2023 года инфляция в США уже снизится ниже 5-4% И любые данные, которые изменят этот прогноз, они положительно повлияют на золото Так как малейший рост инфляции на следующем отчете И ожидания по поводу роста инфляции пересмотрятся Ну, в целом по поводу инфляции Это создаст хорошую возможность для движения по золоту вверх Поэтому в целом в понедельник мы с вами говорили об вот таком сценарии То есть пробой ниже уровня объема, скопление ликвидности и дальше поход вверх Здесь в принципе все так и произошло И посмотрите на каких дельтах происходит это движение То есть опять же агрессивно выкупают золото Выше уровня объема за апрель 2020 года Так, в целом по золоту здесь все и внутри недели было красиво HFT очень суперские, это в последнее время они очень суперские, согласитесь Так, нефть отскочила от своих минимумов Это на том, что как раз в понедельник мы с вами говорили Что будут выходить данные PMI по Китаю И если PMI все будет хорошо, выше 50, экономика развивается, все супер То и медь, и нефть будут расти, так как Китай является основным потребителем этого сырья И вот в принципе все плюс-минус так и произошло Конечно, это все произошло не в момент выхода данных Это произошло практически за сутки до выхода данных Опять же, инвесторы живут ожиданиями, а не фактическими данными By the rumors, the fact И таким образом делалась ставка на то, что действительно показатели PMI в Китае будут неплохими И они вышли неплохие Официальные данные, что все PMI в секторе услуги, в секторе производственном Они выше отметки 50 Но вот частные компании, которые предоставляют эти данные Говорят нам о другом, что значительно ниже 50 И даже снизились по сравнению с предыдущим месяцем Официальные данные, рост продолжается Все у них хорошо Так, медь Вот как раз все так и произошло Газ ничего интересного Серебро вместе с золотом, но чувствует себя значительно сильнее Дальше у нас пшеничка Ожидаем шорт-приоритет по сотый индексу Ждем выход нового сототчета Интересная ситуация была на фондовом рынке Здесь образование крупных объемов в нижних частях свечей Плюс-минус та же история, что и по канадцу произошла Больше всего мне нравится ситуация с NASDAQ Так как здесь в основном были продажи Попыток покупать и не было Но лимитно приняли этот весь объем Лимитно приняли Вот в этом месте Поэтому это существенная лимитная поддержка И с этой поддержки могут сделать технический отскок Пока говорить о развороте рынка слишком рано Инфляция, стимулирование пока что нет Ужесточение монетарных политик и так дальше Таким образом у нас максимум, на что можно рассчитывать Это на технический отскок Возможно он затянется за счет закрытия шортовых позиций Посмотрим Но в целом здесь очень интересная ситуация Для спекулятивного лонга И внутри дня, и более свингового Давайте посмотрим, что у нас с корреляциями Так, швейцарец против японской иены Здесь все отработалось Все супер Швейцарец против евро Здесь есть интересный комментарий В понедельник Сильно продавились ниже И у меня есть и была и есть идея Закрывать его частями Выходить с этой лонговой позиции Пока что движение происходит вверх Часть небольшую я сократил Просто для того, чтобы отдалить уровень риска Допустимого риска дальше И пока смотрю, пока наблюдаю Дальше у нас облигации против японской иены Облигации растут Японская иена там что-то чуть-чуть как бы выросла Но в целом тенденция по облигациям Если будет продолжаться А сейчас доходность облигаций сильно начала снижаться То и японская иена получит поддержку От этой взаимосвязи От этой корреляции Почему доходность по облигациям начала резко снижаться Опять же, что второй центральный банк Крупнейший мировой Пошел по пути стимулирования Монетарной политики То есть выкуп облигаций Это уже дополнительное стимулирование Балансы у них снова начинают раздуваться А ФРС пока что Баланс сокращается Хуже ожиданий Ниже темпы сокращения баланса И таким образом Участники рынка закладывают вероятность Что стимулирование продолжится Таким образом Облигации Ну спрос на облигации резко вырастет Доходность этих облигаций резко упадет И все спешат сейчас Подкупать А вдруг ФРС сделает плюс-минус то же самое Что и банк Англии сделал Самостоятельно будет покупать Там в моменте доходность облигаций Упала на 10% И стоимость облигаций Ну существенно выросла Новозеландец против канадца Болтается пока в районе минимумов Там ничего сильно не поменялось Поэтому тоже буду сократить Ну уже сократил часть Буду дальше продолжать ее сокращать Сразу выход с таких позиций Которые набирались частями одним объемом Это не самое разумное действие Как набиралось частями Так и частями будет сбрасываться Главное контролировать суммарный риск Этой торговой идеи Золото против серебра Пока все синхронно Пока точки спреда нет Нефть против мазута тоже Вот по поводу австралиец и новозеландец В понедельник мы говорили Что новозеландец более интересно рассматривать И если что он будет двигаться более ярко И вот здесь как раз на корреляции мы это видим Что вроде бы если наложить два графика Цены выросли Но новозеландец-то вырос больше За счет того, что опускался ниже Вот таким образом и движение по новозеландцу Было более ярким С учетом того, что он еще чуть-чуть дешевле В процентах он прошел чуть-чуть больше Корреляция между фондовыми индексами И криптой продолжается Она не супер высокая В районе 80% Но она все равно А с Расселом там чуть повыше Где-то в районе 85% Но все равно это достаточно высокий показатель Для того, чтобы А. Как вариант использовать этот спред Б. Как вариант смотреть Какой из инструментов Вот, к примеру, если Рассел пробивает Свой локальный максимум С большей вероятностью Свой локальный максимум и пробьет биткоин Так, здесь ничего интересного И DAX не пошел Не пошел Идея была в понедельник Как раз вот в этом месте Отбой от основного объема Который был наторгован И дальнейший поход вверх Разгон этого импульса Но разгона импульса Не произошло Здесь проболтались, проболтались Немного выбились чуть повыше И затухло это все Поэтому DAX в принципе Достаточно плотно Ну, одинаково практически Сделал движение Вместе с американскими Фондовыми индексами Так, на этом все Если у вас остались вопросы Пишите их в комментариях К этому видео Спасибо за ваше внимание Поставьте лайк Если узнали для себя что-то новое В понедельник мы Как всегда встречаемся Для того, чтобы Проанализировать соточет И сформировать Новые торговые идеи Всем хороших выходных На связи